Наверное, всем в детстве задавали каверзный вопрос. Что легче, килограмм перьев или килограмм гвоздей? Надеюсь, правильный ответ знают все. Несмотря на то, что одно перышко очень легкое, в большом количестве они могут стать весомым аргументом. Это мы сейчас о подушках. Сегодня в студии «Нового утра» организатор флешмоба по бою подушками Мария Волкова. Доброе утро, Мария! Доброе утро! Ну, расскажите, как вам вообще в голову пришла такая идея организовать флешмоб такой, да, бой подушками? Где-то посмотрели? Мне стало обидно за наш город, что у нас не проходят такие флешмобы. Я увидела в интернете подобные видео, где проходили в других странах, городах. Мне очень понравилась эта идея. Очень боялась. Мне было страшно, что мало ли что-то не получится. На момент проведения я была совсем юна. Но, тем не менее, у меня все получилось. Пусть не так уж и очень неудачно, но хоть как-то. А что могло не получиться, например? Мало народу, как, в принципе, и получилось, что пришло всего около 30 человек, возможно. Остальные просто пришли посмотреть без подушек. Просто пришли так ради интереса, но это неправильно, мне кажется. Мне кажется, что нужно везде участвовать, везде преподносить свои идеи, что-то добавлять. Мне, ну, на момент проведения, то есть, помогала только мама. Никто не с ним, ну, не захотел это проводиться, может. Мама вам подушки поставляла? Нет, в смысле? Никто не захотел мне помогать в сборе людей. То есть, я сама организовала группу и так далее. Мама не помогала, там, готовила меня, морально меня как-то настраивала. Рупор предоставила мне. Ну, то есть, вот так все. То есть, там нужно было еще командовать, да? Ну, конечно, большая толпа все равно была, и нужно хоть как-то. В смысле? А сейчас все бьем вот в этом, а все не в футболке, например, да? Нет, я организовала команду белых и черных. Ну, постаралась хотя бы, попросила людей прийти, кто-то в белом, кто-то в черном, чтобы, ну, типа зло против добра. Шахматы. Ну, а если все так и прошло, как вы говорите, достаточно удачно, почему этот флешмоб не превратился в серию флешмобов? А, насколько мы знаем, это было довольно давно, и после этого больше не повторялись подобные. Я не организовывала, никто за это не взялся. Может быть, людям не так это интересно. А у вас желания нет повторить? Повторить? Сейчас уже, ну, нет, я думаю. Это уже неинтересно. Это уже было что-то новое, возможно, да. А так как это уже было не то. Ну, а какие-то задумки есть на будущее других флешмобов? Интересно. К лету, да, думаю, возможно, что-то появится. Что это будет? Пока не раскроете секрет, да? Давайте вернемся все-таки к подушкам. Как вообще люди реагировали о мече? Проходящие? Просто смотрели. Им было интересно, я думаю. Никто из прохожих не получил по голове случайно? Нет, не получили, так как мы ограничили все-таки место. Ну, а вообще это красиво было? Много перьев летало? Потому что мне кажется, надо как-то надрезать эти подушки, чтобы был такой эффект снега. Да, старые советские подушки, они крепкие, их так просто не порвать. Первые минут пять вообще перьев не было. Потом кто-то начал уже специально разрывать свои подушки, чтобы перья полетели. Тогда уже стало более интересно, красиво. Это как существуют поединки до первой крови. Тут был поединок, наверное, до первых перьев просто. Полиция не подходила к вам? Подходила, я с ней договаривалась. Да? Ну, то есть, в принципе, это входило в организаторство, да? Да, то есть об этом знали, как бы первоначально знали, кто-то увидел, там фотографы сообщили, там еще кто-то, корреспонденты, то есть мне всякие писали, брали у меня также интервью, писали в газетах. Мне кажется, это настоящий подушечный гладиатор сейчас. В нашем экране. То есть были такие прям ребяток, по которым было видно, они пришли выместить какую-то свою энергию, да? Я не знаю, можно ли вообще? Ну, я попросила, чтобы били в пол силы, чтобы не было никаких травм. Но, наверное, парни просто вошли в раж. Ну, возможно. Как вы считаете, вообще можно с помощью такого подушечного боя какие-то свои негативные эмоции выплеснуть? Мне кажется, это неправильно. Распружиться. Нет? Нет. Это же боли, в конце концов. Так что нет, это просто как развлечение. Способ отдыха, так сказать, активный отдых. Всегда приветствуется, считай. Ну, а сами вы не участвовали, да? Участвовала. Конкретно в бою? Да, участвовала. Кто победил? Ну, а сняла победителя. Белый или черный? Я знаю, кто проиграл точно. Проиграли подушки, потому что они пострадали больше всех, наверное, да? Да. Вы сами доставляли подушки туда, на поле боя, так сказать? Каждого слоя? У каждого своя. У каждого своя, да? Не жалко бы. Я думаю, нет, какие-нибудь старые, которые перьевые, сейчас-то у всех уже новые синтетические, а старые, которые с перьевыми все притащили, все разорвали, все в перьях. Я бы, мне кажется, не пожертвовал свою перьевую подушку, я ее ни на какой синтетическую не променяю, честно говоря. В чем плюс таких флешмобов? Это новые хорошие знакомства, эмоции, яркие моменты какие-то в жизни, то есть ты наверняка запомнишь это лет, если ты придешь на такой флешмоб. Это очень интересно, захватывающе, это захватывает дух, это сплощает вместе молодежь. Ну, еще, мне кажется, поднимает настроение. Ну, конечно. Ну, да, конечно. А можно какой-нибудь таймбилдинг делать с помощью битвы подушек? То есть объединять команду работников, офисы, например. Один офис, просто другого офиса. Банка какого-нибудь серьезного, да? Сбербанк против Газпромбанка. Я думаю, если какой-нибудь возникнет такая идея, то это достаточно интересно. Давайте сейчас займемся таймбилдингом. Мы с Наташей будем против вас, Мария, сражаться. У вас-то опыт уже есть? С новым утром! У меня закончились снаряды. А далее на 12-м канале новости отдай мне.